всем привет мои дорогие в конце весны от вас поступил можно сказать коллективный запрос на мастер-класс о рисовании стекла и прозрачных предметов цветными карандашами я не забыла о вашей просьбе и решила сделать на эту тему не один а как минимум два мастер-класса потому что это довольно сложная тема и для ее усвоения нужно чуть больше времени в этом видео мы разберем с вами различия в наложении светотени в случае с прозрачными и непрозрачными предметами также я покажу вам один очень простой секрет помощью которого вы сможете легко превратить непрозрачный предмет прозрачный а для начала давайте разберемся что представляет из себя светотень на непрозрачном предмете я исключила из этой схемы рефлекс также объединила в понятие тень собственную тень и тень падающую в данном случае это оправдано так как этот урок не а светотени они на канале будет отдельное видео а это конкретное видео о принципах рисования прозрачных вещей не о том как нарисовать прозрачный шар а именно о принципах которые позже вы сможете применить при рисовании любых предметов и так слева вы видите световой ключ к этой схеме стрелка показывает направление света как мы видим падая на непрозрачный предмет свет создает блик в точке соприкосновения с предметом и затем начинает распространяться по этому предмету постепенно рассеиваясь и теряя свою яркость примерно к центру предмета будет располагаться собственная тень до этого предмета но в данном случае это тень шара а дальше снова пролегает полутень так как свет отражаясь от поверхности на которой стоит шар освещает эту область создавая рефлекс ну и собственно под шаром мы видим падающую тень эта тень будет тем светлее чем она дальше находится от самого предмета соответственно самая темная точка будет в соприкосновения предмета с поверхностью так выглядит упрощенная схема поведения света тени на непрозрачном предмете теперь давайте посмотрим а что же будет на прозрачном для начала обратите внимание что светотень прозрачного предмета состоит из тех же составляющих что и светотень непрозрачную то есть это блик свет полутень и тень секрет и простота превращения непрозрачного тела Прозрачное заключается в понимании принципа поведения света в прозрачных предметах, а также знании того, как меняются местами освещенные и неосвещенные области. Попадая на прозрачный предмет, свет не рассеивается на его поверхности, а проникает внутрь, проходит насквозь и отражается на противоположной стенке предмета. Также свет проходит дальше, освещая заднюю стенку предмета и поверхность, на которой он находится. При этом свет приносит с собой также цвет, то есть если шарик у нас или другой предмет будут цветными, то свет за собой принесет на поверхность в его падающую тень оттенок этого предмета. То есть если шарик был бы у нас фиолетовый, то в тени обязательно бы присутствовал фиолетовый оттенок. А теперь давайте посмотрим, как себя ведут теневые области на прозрачном предмете. Самая темная область с центра предмета, где она у нас была ранее, перемещается к блику. Первое полутение остается на месте, а вот второе смещается выше, уступая место свету. Так как у нас задняя стенка предмета будет освещена, здесь у нас будет пролегать достаточно светлая зона. Давайте, чтобы вам было понятнее, я покажу обе схемы рядом друг с другом. Напомню еще раз, и это упрощенное схематическое изображение, для того, чтобы мне было проще вам объяснить, а вам проще понять. Итак, у нас одинаковый ключ. Блик, свет, полутень и тень. Смотрите, на непрозрачном предмете мы идем от самого светлого к темному, а на прозрачном предмете наоборот. Темная часть смещается ближе к блику. И так будет на самом деле не только здесь. Здесь в освещенной области тоже будут пролегать темные места. Я покажу их позже, когда буду рисовать, уже это на реальном примере. Также обратите внимание на падающую тень. Если в случае с непрозрачным предметом она у нас идет от предмета от темного к светлому, то в случае с прозрачным предметом будет все с точностью наоборот. Она будет идти от светлого к темному. Единственное, я сразу скажу, темный не будет обрываться резко. Тут будет небольшое как высветление, но опять же, это схема. Вот, собственно, и все, что касается этой простой схемы. То есть, зная ее и понимая поведение света в предмете, вы, в принципе, сможете нарисовать любой предмет прозрачным. Будут, конечно, некоторые нюансы, которых не видно сейчас на схеме, но давайте мы сейчас нарисуем предмет, пользуясь этой схемой, и посмотрим, что же у нас получится в результате. Для начала я легко заштриховываю почти всю область шара, избегая лишь того места, где у нас будет располагаться блик. Для удобства освещение в моем примере соответствует освещению на схеме. После того, как вся поверхность шара затонирована, начинаем углублять цвет. Преимущественно в центральной части, там, где на схеме у нас отмечена самая темная область – тень. И это, кстати, тень собственная. Области тени, полутени света могут менять свой размер и форму в зависимости от интенсивности и особенностей освещения. Однако порядок их расположения на предмете будет сохраняться. Как правило, свет на непрозрачном и неблестящем, что очень важно, предмете распределяется довольно равномерно, постепенно теряя свою яркость. Однако нижняя часть шара, несмотря на ее удаленность от источника света, будет освещена чуть сильнее, чем его теневая часть. Это происходит благодаря падающему на нее отраженному от поверхности свету и называется рефлексом. Соответственно, чем больше отражающей способностью обладает поверхность, и чем она светлее, тем ярче будет рефлекс на поверхности предмета и наоборот. Осталось нарисовать тень падающую. Рисуется эта тень по простому принципу. Чем ближе к точке касания предмета с поверхностью, тем темнее будет тень. При этом, чем более мягким и рассеянным будет освещение, тем менее резкими и четкими будут границы тени. Вот, собственно, и все. Как видите, ничего сложного. Для большей натуральности в тень добавляем немножко цвета, в который окрашен, собственно, сам предмет. А теперь давайте посмотрим, как изменяя положение света и тени на предмете, мы можем легко его сделать прозрачным. Я опускаю первую часть штриховки. Она будет абсолютно такая же, как была для непрозрачного предмета. Изначально шар заштриховывается практически полностью, исключая те места, где у нас будет находиться блик и свет. Хочу начать с первого кардинального отличия в этих рисунках. Если на непрозрачном предмете рядом с бликом у нас находилась наиболее светлая область, то у прозрачного предмета в этом месте будет расположена более темная область. При этом блик становится более четким и будет повторять контуры источника света. Далее углубляем цвет в областях полутени. Его глубина в этих областях зависит от яркости света и степени прозрачности предмета. Чем более прозрачным вы хотите видеть свой предмет, тем меньше нам должен быть виден его собственный цвет. Наиболее удаленная от источника света область будет также хорошо освещена, благодаря тому, что свет не рассеялся по поверхности предмета, а прошел насквозь и отразился на внутренней поверхности шара. Причем форма отраженного света будет соответствовать форме самого предмета. Ну и самое интересное в данном случае – это падающая тень. Она приобретет более сложную форму, чем в случае с непрозрачным предметом. Благодаря тому, что предмет стал прозрачным, луч света пройдет сквозь него и попадет прямо на ту поверхность, на которой находится сам предмет. Соответственно, в центре падающей тени у нас будет пролегать наиболее светлая область, а по краям напротив тень будет темнее, так как и сам предмет по краям освещен в меньшей степени. На самом деле, в рисовании полупрозрачных или прозрачных предметов ничего сложного нет. Но наличие схемы, на которой вы видите четкое перемещение светотеневых участков, еще больше упрощает понимание отличия прозрачных предметов от непрозрачных. Пользуясь этим знанием и схемы, вы легко нарисуете прозрачные предметы. Для закрепления данного материала и применения его в более сложной ситуации, я хотела бы снять для вас еще один мастер-класс, где мы вместе с вами и разберем и нарисуем более сложный прозрачный предмет. Так что напишите, пожалуйста, в комментариях, на примере какого предмета вы хотели бы увидеть данный мастер-класс. Одну из ваших идей я обязательно реализую во второй части этого мастер-класса. Также дайте знать, был ли понятен материал первой части и остались ли у вас вопросы именно по данным схемам. А если видео вам понравилось и все было понятно и полезно, не скупитесь на лайки и поддержки канала Репостом. И это лучший способ сказать не спасибо. На сегодня все. Если вы недавно на моем канале, обязательно посмотрите и мои другие видео. Ну а если вы уже все их видели, а может даже не по одному разу, значит до встречи ровно через неделю. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!